День с толком В первом чтении приняли бюджет региона в первом чтении. После непродолжительной критики законопроект главного финансового документа одобрило большинство парламентариев. 47 за, 15 против. Какие вопросы волнуют депутатов и какие еще законы были приняты накануне, знают мои коллеги. Бюджет региона в 2024 главный вопрос октябрьской сессии АКЗС. В первом чтении основные строки бюджета выглядят так. Доходы 143 миллиарда рублей, расходы 158 с предельным дефицитом в 15 миллиардов. 28% расходов в следующем году пойдут на образование. И это даже чуть больше, чем на социальную политику. В Минфине признают отрицательную динамику мер соцподдержки, но подчеркивают, что цифры не окончательные. Также ко второму чтению мы ожидаем увидеть дополнительные расходы из федерального бюджета на 13 объектов образования. То же самое по культуре в части капитальных расходов. Хотел бы подчеркнуть, что текущие расходы отраслей нигде не уменьшаются, а индексируются. Размер федеральной помощи подвергся критике. В одной из фракций уверены, что на фоне непростых условий нужно пересмотреть программу индивидуального развития края. Мы получаем каждый год по одному миллиарду рублей. Явно недостаточно. Но при этом мы наращиваем собственную доходную часть бюджета и федерация нам уменьшает на эту же сумму практически деньги с Москвы. Но это же неправильно. А в другой фракции уверены, что возможности краевого бюджета занижаются. По нашим оценкам, хотя мне бы очень хотелось ошибиться, в этом году у нас все так же останется порядка 10 миллиардов рублей на остатках неизрасходованных. Тогда давайте на старте финансового года с учетом этого сразу корректировать бюджет и увеличивать наши возможности. Не поддерживая вот эту позицию людей, а я их называю несведущими и даже еще грубее дилетантами, которые говорят, о чем мы, давайте сегодня на 5 миллиардов доходную часть увеличим. Ребята, вы просто не жили в 2000-е годы, когда мы месяцами, а то и полугодиями не выплачивали заработную плату работникам бюджетной сферы. Вот это как раз в следствии того, когда мы ставили перед собой очень завышенные обязательства по доходам, подкрепится ли работа нашей экономики, мы даже не смотрим. Вы что думаете, что 5 миллиардов рублей Минфин положит в какой-то отдельный ящик, сундук и никому не покажет? Ко второму чтению бюджет края скорректируют. 17 ноября будет принят федеральный бюджет и станут известны поступления в регион. Также сегодня депутаты внесли поправки в закон об опеке и попечительстве сирот. С 1 июля органы опеки будут обязаны передавать в Миноборс сведения об условиях жизни детей-сирот и детей в опекунских и приемных семьях. Мы будем более детально и более системно видеть именно со стороны самого Алтайского края всю эту ситуацию по каждой семье, по каждому ребенку. Возможно, там, где действительно мы будем знать, что есть какие-то проблемы с условиями жизни людей, воспитания, эти семьи будут находиться на контроле. Кроме того, парламентарию утвердили закон об общественных наставниках несовершеннолетних, так называемых трудных подростков. Стать наставником может любой житель края, не имеющий судимости и тяжелых заболеваний. Для этого нужно подать анкету и получить одобрение ребенка и его родителей. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. В России предлагают не платить материнский капитал на первенца, если женщина родила его после 30-ти. Об этом сообщает «Известия». По данным СМИ, депутаты Госдумы выступили с инициативой ограничить возраст матерей, которые могут получить маткапитал до 25-30 лет. Или сделать выплату доступной только на второго ребенка. Такие изменения в программу могут быть внесены при ее продлении после 26-го года, сообщает «Известия». По мнению парламентариев, такие меры могут стимулировать рождаемость в стране, которая в последние годы идет на спад. На этой неделе дети из Барнаула отравились в Перми. Об этом сообщает РИА Новости. Там прошел Всероссийский фестиваль детских цирковых коллективов. 15 участников из Барнаула, Ульяновска и Новокузнецка госпитализировали после того, как 25 октября в цирк в контейнерах привезли обед. К вечеру детям стало плохо. Педагоги и сопровождающие, кто обедал, тоже в тяжелом состоянии. Галоконцерт, который должен был пройти вечером 26 октября, отменили. Возбуждено уголовное дело. Ну и к другой теме, не менее актуальной. В Алтайском крае проблемы с зимней резиной, заявляют эксперты. Во-первых, комплекты выросли в цене. Во-вторых, некоторые размеры просто невозможно достать. И в-третьих, подорожали услуги по переобувке колес. В чем причина всех этих трудностей, расскажет Данил Кузнецов. С первым снегом на шиномонтажках Алтайского края появились и первые очереди. В крупных сервисах цена за переобувку колес из-за инфляции выросла минимум на 10%. Однако, прежде чем сменить резину, ее нужно добыть. Дефицит в сфере редких размеров. 19, 20, 21, 22. В связи с санкциями данные шины были все импортного производства. И не делались в Российской Федерации. Их привезти в этом году не получилось. Их возят по параллельному импорту. Сейчас шин очень мало. Рынок китайских автомобилей сейчас выходит в основном на этих диаметрах. За год импорт автомобилей из КНР в Россию вырос в пять раз. Притом поставляли их на летней резине. Поэтому сейчас водители китайских кроссоверов хватают любые комплекты, создавая дефицит. Вариантов мало из-за того, что большинство европейских и японских производителей ушло из страны. Зато, по словам экспертов, за год количество китайских шин в Алтайском крае выросло на 15%, захватив почти половину рынка. Люди к ним относятся по-разному. В нынешней экономической ситуации покупка такой резины – это скорее безысходность, чем обоснованный выбор, утверждают покупатели. Ну, не знаю, я считаю, Китай – это южная страна, и там зимнюю резину как-то, мне кажется, не очень умеют делать. Мне кажется, дубовая она. Нет у меня к ней доверия. В Китае приблизительно миллиард жителей живет, все ездят на автомобилях и сильно сомневаются, что они завозят себе для эксплуатации японскую резину. Они для себя производят собственную резину. Думаю, что за столько лет, сколько их автомобильной промышленности, наверняка научились все делать достаточно хорошо. Однако в Китае резину даже не шипуют, только делают заготовки под это, а доводят до ума шины уже в России, говорят эксперты. Поэтому продукты с КНР до магазинов зачастую доходят ближе к ноябрю, в самый разгар сезона. Это также одна из причин дефицита. Плюс, как утверждают эксперты, состав резины не совсем подходит для суровых сибирских морозов. Мы их даже разгружаем, когда вот фура приходит на склад, она же ехала по холоду, мы ее начинаем разгружать. Вот она на пол с машины падает с таким стуком, что кажется, что она сломается сейчас. То есть она не амортизирует. Вот чуть-чуть раз остыла, там 20 градусов уже, все, она уже становится помягче. Когда резина дубеет, ее качество падает. Шиномонтаж затрудняется, сцепление с дорогой ухудшается. Поэтому вводить в таком случае нужно аккуратнее. Зато из плюсов стоимость. Она ниже примерно на 20% в сравнении с конкурентами. А это тоже важный фактор при выборе. Ведь по сравнению с прошлым годом, комплект среднестатистической зимней резины вырос в цене на пару тысяч рублей. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Ну а следующая новость для пассажиров. Сегодня начался демонтаж разворотного трамвайного кольца в районе Дома Быта. Это еще один этап, нужный для завершения масштабной реконструкции путепровода на новом рынке в срок. МОП «Горлик Транс» проведет разбор контактной сети и потом уже разбор, непосредственно демонтаж самого разворотного кольца. А после этого уже приступит непосредственно к работам по соединению рельсо-шпальной решетки, трамвайных путей. И подрядчик сам ДСУ-4 уже приступит к восстановлению проезжей части по проспекту Ленина соединения с путепроводом. В связи с этим изменилось и движение общественного транспорта. Трамвай номер 3 теперь движется по северо-западной сразу к проспекту Калинина, не заезжая на проспект Ленина. Но без транспорта участок на проспекте не остался. Он обслуживается троллейбусными маршрутами номер 1, 6 и 7 и автобусами номер 6, 24, 53. Специалисты города напоминают барнаульцам, что для них по-прежнему действует электронный пересадочный тариф. Но воспользоваться им в электротранспорте они могут один раз. Либо для пересадки на троллейбус до дома быта, либо для проезда на трамвае со стороны торгового центра «Пионер». Новая схема движения будет действовать до завершения всех работ на путепроводе. Открыть мост должны до конца ноября. Жители Барнаула все чаще отказываются от хороших продуктов на своем столе. Причем это далеко не деликатесы. Об этом они признались на этой неделе нашей съемочной группе. Ведь только за этот месяц значительно увеличились цены на яйца, курицу, сливочное масло и сыр. Насколько подорожала жизнь и что об этом думают люди, расскажет Юлия Щебина. Реже берем, допустим, мясные, курицы те же. Ну, самое необходимое берешь, конечно, а куда деваться. А куда деваться? Сегодня это девиз жизни среднестатистического барнаульца. Продукты же нужны. Ну, цены, конечно, или мы могли взять яйца даже куриные, которые по 69, а сейчас они самые дешевые, вот 96. Тем временем в Алтайском крае за месяц подорожали не только яйца, но и мясо кур, сыр, сливочное масло и другие продукты. По данным Алтай-Крайстата, куриное мясо подорожало на 12 рублей за килограмм. Сливочное масло на 22 рубля, сыры на 17 рублей. А стоимость яиц подросла серьезно – на 21 рубль за десяток. А ранее эксперты связывали рост цен на курицу с отгрузкой ее за доллары в дружественные страны – Иран, Индию, Таджикистан, Узбекистан. Алтайский же край экспортирует курятину в Китай. Цены на яйца объясняют санкциями. Инкубационное яйцо раньше покупали за рубежом, а российских предприятий, которые занимаются производством такой продукции, мало. Между тем, покупатели признаются, что постепенно отказываются от продуктов, а кто-то не может себе позволить даже базовую корзину. Я в принципе варю раз в неделю. Хлеб я уже давно не покупаю. Молоко у меня только низкокалорийное, потому что у коров нет молока много. А денег нет, чтобы купить. Все даже то, что есть на прилавке. Цены вообще, конечно, бешеные. Ну вот такая вот у нас ситуация сложная. Ну и невыносимая, надо сказать. И не только у пенсионеров. Я думаю, что у работников тоже такая фигня. Жизнь стала весьма дорогой. Несоизмеримость с зарплатами и пенсией, жалуются барнаульцы. Я пока не отказываюсь. Мне сын помогает. Поэтому мне проще. А вот у кого некому помочь, тем сложнее. Вот, допустим, конфеты, которые хотелось бы поесть. Хлебобулочные изделия уже. Да, да. И лапшичка уже тоже, знаете. Берешь тот, а та, что за 20 долларов. Берем самое дешевое по скидке. Естественно, отказываешься. Уже мясо вообще не понять по какой цене. Курятина тоже, яйца заоблачная цена. Однако терпелив и мужественен русский народ. Да и плюсом для акционеров стало снижение цен на сезонные овощи в нашем аграрном крае. Например, на картофель, морковь, лук, огурцы. Мы можем либо материться, потому что мы это не изменим, либо закупить то, что нам потом, знаете, как лапочек усосать, либо все это благословить и жить в мире. Алтайский край занял лидерскую позицию по числу закрывшихся кинотеатров в Сибири. Об этом сообщает коммерсант. Количество кинозалов в нашем регионе сократилось за три года на треть. Один из факторов, который в свое время здорово пошатнул работу кинотеатров – пандемия коронавируса. Не успев прийти в себя, местные кинозалы столкнулись уже с новой проблемой. Сегодня основной причиной закрытия кинотеатров представители индустрии называют падение сборов из-за отсутствия иностранных кинолент и высокие арендные ставки. Многие владельцы помещения отказались идти на уступки, не проявив лояльность в ценообразовании. В сложившихся условиях многим было проще закрыться. Эту неделю Алтайский технический университет может смело занести в актив успешный. ВУЗ договорился о сотрудничестве с двумя китайскими институтами. Основной упор на профессии, которая специализируется на строительстве дорог и мостов. Подробнее расскажет Дмитрий Дроздов. Онлайн-встреча дирекции Института биотехнологии Политеха с представителями Института из Китая. Цель переговоров – реализация совместных программ по специальностям химическая технология и продукты питания. Программы рассчитаны на пять лет обучения, три из которых будут организованы в Китайском университете. По итогам студенты получают два диплома – китайского и российского университетов. Мы понимаем важность вот этого международного сотрудничества, особенно в теперешнее время. Ну и надо сказать, что у нас всегда были тесные связи с китайскими ВУЗами. И я думаю, что мы не просто позиционируем себя как международный университет, мы таковым являемся. Потому что больше сотни студентов, извиняюсь, больше, около тысячи студентов обучаются у нас из разных стран. А вот с представителями Цзэнсейского технического института наша делегация встретилась уже офлайн. Тема для обсуждения актуальна для России и Барнаула, в том числе, как никогда раньше. Строительство дорог и мостов, а также автомобильная инженерия. В этом случае китайские студенты у себя заканчивают колледж, приезжают в Барнаул и продолжают учебу на бакалавриате. По этому проекту предполагается приезд около ста китайских студентов. Наш институт с вашим много что объединяет. У нас с вами много одинаковых направлений и специальностей. В этот раз наше сотрудничество для государства в том числе, чтобы воспитать побольше специалистов для страны, для промышленности. Данный проект подразумевает обмен студентами. Правда, чтобы поехать в Поднебесную, наши должны знать китайский язык. Технический вуз помогает студентам и в этом. Отправляет на курсы или на стажировку в сам Китай. В общем, сотрудничество вуза выходит на новый уровень. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Хорошая новость этой недели. Барнаульцу Никите Звягинцеву провели дорогостоящую операцию в Белоруссии. Напомним, 22-летний молодой человек на протяжении 9 лет борется с онкологией. Диагноз – рак крови. Летом этого года семья парня объявила сбор на лечение. Требовалось больше 4 миллионов рублей. Деньги удалось собрать. Никита получил возможность победить болезнь. О земляке, которому требовалась денежная поддержка, мы рассказывали в августе этого года. За свои 20 с небольшим лет Никита Звягинцев пережил две пересадки костного мозга, отказ рук и ног во время химиотерапии, несколько рецидивов. Помочь с лечением обещали белорусские врачи. Но требовались неподъемные для семьи деньги. Неравнодушные помогли собрать нужную сумму. И молодого человека, как сообщает его мама Светлана, успешно прооперировали, пока он находится в Белоруссии. Все получилось. Костный мозг чистый. Остаточная болезнь просто ноль. Ее там нет. Спасибо вам. Спасибо за вашу веру в нас, за вашу помощь. Первые помощники фельдшеров начали стажироваться в двух барнаульских больницах. А после они будут оказывать первую помощь в экстренных ситуациях и ухаживать за тяжело больными пациентами в небольших селах, где не хватает медиков. О пилотном профориентационном проекте помощники фельдшеров, которые запустили на Алтае, изучив опыт других регионов, расскажет Елена Макаренко. Кормление больных. То есть, если нуждается в дополнительном кормлении, вам тоже это будет написано. Летучка или пятиминутка у медицинского поста. Первая в их жизни. Бывший парикмахер, доярка, домработница, уборщица ФАПа. Всего 13 человек из разных районов края выбрали для себя путь медицины и милосердия. Стали участниками пилотного проекта «Помощник фельдшера», который запустил Минздрав региона. На базе Барнаульского медколледжа прослушали лекции и вышли на стажировку. И как это часто бывает, практика оказалась сложнее теории. Так, одной из двух групп выпала участь отрабатывать навыки в палеотивном отделении, то есть там, где лежат самые тяжелые больные. Это больные, которые постинсультные. Это пациенты после перенесенных каких-то операций и травм, у которых имеются трубочки какие-то, гастростомы, трахеостомы. Это пациенты, например, онкологические, тяжелые, которые в силу своих причин могут быть нетранспортабельны из этого села или района, но в уходе, тем не менее, они нуждаются. Уход за такими пациентами – нелегкая и ответственная работа, отмечают специалисты. Нужно уметь, к примеру, правильно поставить зонт или переворачивать больного так, чтобы не допустить у него пролежней и не надорваться самому. Студенты же говорят, пока для них самым сложным было преодолеть психологический барьер. Первый день зайти сюда сложно увидеть больных и лежачих, но сейчас привыкаем. После стажировки слушатели курса поедут домой. Там дистанционно продолжат обучение по заполнению меддокументов. А после снова – очный этап в Барнауле, уже на базе поликлиник. Затем – квалификационный экзамен и работа в новой должности в родных селах, где зачастую не хватает медиков. Сейчас увеличилась продолжительность жизни после инсультов при возможных онкозаболеваниях, когда пациенту делают и, например, гастростому или трахеостому. Обучить, как ухаживать за ним обслуживающий персонал. То есть помощник фельдшера не будет постоянно находиться с этим пациентом, но обучить, оказать помощь, если вдруг возникли какие-то проблемы, тревоги, например, у матери, либо у жены этого пациента. Это она должна сделать – помочь. Студенты признаются, что односельчане с нетерпением ждут новоиспеченных медиков. Последние стремятся оправдать надежды. А практикующие врачи убеждены – сельские ФАПы нужно давно укомплектовывать кадрами. Если такая служба будет развиваться в целом, для города Барнаула, для Алтайского края, это будет очень хорошее подспорье между районами, между теми больными, которые находятся в селах и централизованными учреждениями городов и крупных каких-то населенных пунктов. Первые 13 помощников-фельдшеров приступят к своим обязанностям до конца этого года. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле на этой неделе состоялся показ спектакля о жизни Марии Бутиной «Тюремный дневник». Это история россиянки в американском заключении, которую обвинили в работе иностранным агентом в США без регистрации. На показе побывала наша съемочная группа. Передаю слово Юлии Щепиной. У вас были попытки побочить с собой? Нет. В сценическая площадка клетка пять актеров по полтора года жизни барнаульской девушки в американской тюрьме. История Марии Бутиной прогремела летом 2018-го, когда ее арестовали по обвинению в работе иностранным агентом в США без регистрации. Вернувшись на родину, Мария написала книгу «Тюремный дневник». Материалом для письма в заключении послужило все возможное. Это была и туалетная бумага, обрывки материалов моего уголовного дела. Везде, где у меня была возможность, я писала. Потом, когда вернулась, я даже не знала, что вернусь, но, слава богу, моя страна меня не бросила, и я снова здесь. Я просто взяла эти заметки, записи, многие из которых были определенным образом зашифрованы, чтобы их не прочитала ФБР. И из них, восстановив, сформировала уже книгу. Всего по итогу у меня было около 1200 страниц дневника. Книгу в 500 страниц прочитал и Роман Залиев, сотрудник Центра учебно-воспитательной работы в СИН России и режиссер театра на Бутырке. Кстати, это единственный театр, который располагается на территории самой крупной московской тюрьмы. Романа тронула эта история. Смыслов очень много. Книга очень объемная, масштабная. Там огромное количество спектра чувств различных. И было тяжело собрать это все в единой условной художественной клетке, где проживает жизнь, год из жизни, даже чуть больше, героиня, преодолевая себя, ломая себя, испытывая себя и побеждая себя, чтобы вернуться на родину. Чтобы добиться этого эффекта, были созданы декорации для работы на разных площадках, аудио и видеоэффекты. Интересный факт. Одна из актрис сыграла семь ролей. Семь историй заключенных из разных стран. Я жду какого-то глотка патриотического воздействия, потому что что такое этот человек? Конечно же, она очень много пережила, очень много в своей жизни испытала, все это преодолела. Сейчас я, наверное, узнаю более детально, что сила воли, которая есть в человеке, она всегда делает свое дело. Спектакль показывали 25 раз. И впервые в Барнауле. Дата премьеры символичная. Именно в тот день, 4 года назад, Мария вернулась на родину. Каждый раз, когда я смотрю этот спектакль, я никогда не устаю, а задевает до глубины души. Кстати, сейчас идет подготовка к съемкам сериала, на который уже выделено финансирование. Из сложностей декорации нужно сделать американскую тюрьму в России. Снимать сериал планируют по всей стране, в том числе в Барнауле. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Мнения разошлись. Вокруг строительства Петропавловского собора, заложенного в Барнауле два с половиной века назад, разгорелся спор. Идею восстановления храма, который располагался на территории современной площади свободы, рассмотрели на недавнем градостроительном совете Барнаула. С такой инициативой выступил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Но служителей церкви поддержали не все. О доводах епархии, аргументах градостроителей расскажет Елена Макаренко. Цвет тоже это исторический. Мы нашли в архивах, что был куплен, ну белое это и звездкой красили, а значит зеленый пигмент был использован, то есть значит расцветка была, раскраска двухцветная. Кафедральный собор святых Петра и Павла, первая православная церковь Барнаула, главный храм Колывана Воскресенского горного округа. Один из авторов проекта по восстановлению этого известного исторического здания, протеерей Георгий Крейдун, после заседания городсовета на площади свободы или бывшей соборной, месте, где два с половиной века назад, и возвели собор в рекордные сроки. Сначала церковь была деревянной, затем каменной в стиле барокко. В сентябре этого года, рассказывает священнослужитель, благодаря Демидовскому фонду удалось найти проект строительства этого храма. И когда нам подарили этот альбом, мы стали листать и нашли проект Петропавловского собора в городе Барнаула, построенный на бывших Демидовских заводах. Представляете, какое чудо. Теперь у нас совершенно никаких нет сомнений о том, каким был собор в первый период своей истории. По мнению Георгия Крейдуна, Петропавловский собор – ангел-хранитель Барнаула, и его нужно воссоздавать на исторической площади. Но епархия не настаивает на том, чтобы строительство велось именно на фундаменте старинного храма, который обнаружили во время раскопок в 2019 году. Эскизный проект, разработанный архитектором Александром Дерингом, сводится к стройке на участке бывшей соборной, свободном от памятников. Я, конечно, за то, чтобы его воссоздать. И воссоздать его, наверное, в первоначальном виде, в каком он был. Это, наверное, я как профессионал, во-первых, поддерживаю своих коллег, которые так сказали. Это городская доминанта, историческая. Она должна быть высотой. Нам очень важно передать историческую память следующим поколениям, которые пойдут за нами. Между тем, представители Алтая охранкультуры, осознавая историческую значимость объекта, считают, что возводить собор нужно не только в историческом месте, но и в исторических габаритах. Однако такой вариант совершенно отверг барнаульский архитектор Сергей Баженко. По его мнению, строить сегодня храм в зоне общего пользования, с одной стороны, не позволяет действующее законодательство, с другой, площадь свободы слишком мала для кафедрального собора. Кафедральный собор должен быть самым крупным собором в городе или в субъекте федерации. И в нем должен служить сам владыка. Это называется кафедральный собор. Территория для храмов, тем более для кафедральных соборов, она должна составлять несколько гектаров. Участники градсовета, как и в прошлый раз, сошлись во мнении лишь в том, что вопрос места для возведения Петропавловского храма требует дальнейших обсуждений. В епархии же подчеркнули, что строить будут за счет меценатства. Нам подобает возродить нашу святыню. Ведь вопрос не только о том, чтобы выжить сегодня и насытиться хлебом. Это все важно. Но важнее всего и теперь для того, чтобы Россия стояла и сохранялась в возрождении святынь. Порушенных святынь особенно. Добавим, Петропавловский собор просуществовал больше 150 лет. В 1935 году был разрушен. И вот уже как несколько лет в Барнауле обсуждают идею его возрождения. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова